Артур пишет Здравствуйте, Дмитрий! Какие последние изменения в технологиях текущий век вас вдохновляют больше всего? Какие новые вещи от человечества вы ждёте в будущем? Я бы так сказал, последние изменения в технологиях в текущем веке, они как бы... Если считать текущий век всё-таки от 2001 года, как и положено, то, наверное, самое большое, что там произошло, это развитие доступа в интернет. Если в 2001, даже в 2003 году это ещё был модемный доступ со скоростью 5 кБ в секунду, 56К, то уже с 2003-2004 года это стал хоть и дорогой, но всё-таки кабельный, очень быстрый интернет. Затем это стал очень медленный, но безлимитный интернет. Наконец, сегодня мы имеем очень быстрый, безлимитный интернет за деньги, которые не превышают расходы на сотовую связь. Которая, кстати, развивалась примерно так же. Я бы сказал, это было круче всего. Мы просто до сих пор, и последний раз, наверное, пару недель назад всего-то, вспоминаем с другом о том, как вот мы мечтали, сидя там в своей конторе, работая в системном интеграторе, ни много ни мало, то есть мы строили тот самый интернет, по большому счёту, но мы мечтали тогда о том, а вот было бы классно, если бы интернет был бы безлимитный, а вот было бы классно, если бы он был бы очень быстрый, и так далее, и так далее. И сейчас всё это есть, и мы своими руками туда всё это затаскивали. Я помню, как я притащил первого безлимитного кабельного провайдера, сначала ещё лимитного, как мы бегали там по подвалам института, тащили оптику, разваривали, устанавливали коммутаторы, и так далее, и так далее. В принципе, я не должен был этого делать, но уж очень мне хотелось форсировать события, и я их форсировал как мог. Всё это было очень круто. Если бы тогда бы уже знать, что интернет превратится вот в это, то, может быть, такого энтузиазма бы не было. Но, тем не менее, тогда это был золотой век, это был первый доступ массовый, это было время, когда появлялись форумы каких-то локальных сетей, когда всё-таки трафик был платный, в интернете народ особо не тусил, народ тусовался на локальных ресурсах провайдеров, что формировало определённые комьюнити. А комьюнити локальные в интернет-провайдерах, это значит пейнтовки вживую. Люди встречались где-то в общеизвестных местах района, все друг друга знали. Если раньше народ просто не знал своих соседей, то тут все стали знать всех, все знают то, о чём думает, как выглядит и так далее. Это было очень круто. А потом всё утекло в интернет, когда появились безлимитные тарифы. Люди с локальных форумов перешли на всякие фейсбуки и прочее, и тусовок не стало. Люди остались только в цифровом виде, то есть стали одинокими и несчастными, то что называется. И вживую уже не встретишь, в общем-то, никого из тех, кто тогда существовал как реальный человек. И каждую пятницу ты знал, что если тебе скучно, рабочий день уже закончился, а спать ещё не хочется, ты точно знал, вот туда-то можно пойти, и там все. Там половина твоего района, из которого там четверть как минимум ты знаешь, будет круто в любом случае, даже если у тебя нет планов, и ты ни с кем, ни о чём не договаривался. Сейчас представить себе такое невозможно. И это происходило очень недолгое время, то есть где-то вот с 2003, где-то по 2007 год примерно, потом исчезло. Но это, я считаю, был золотой век домашних провайдеров и заря быстрого и дешёвого интернета. Ну, всё течёт, всё меняется. Новые вещи от человечества, я не знаю, чего ждать, потому что когда мы мечтали о том, что вот так будет, мы и понятия не имели, что пройдёт ещё некоторое время, и интернет будет вовсе не по кабелям доступен большинству людей, а просто по воздуху. То есть тогда представить себе, что кто-то GPRS начнёт так развивать, что наиболее популярный доступ в интернет будет через сотовый телефон или, соответственно, какой-то USB модем, но мы себе даже вообразить такого не могли. Было понятно, что будущее за кабелями. Оказалось нет, оказалось, что сотовые провайдеры фактически много где вытеснят домашних провайдеров, а кое-где просто сами станут домашними провайдерами. Ну вот, получилось как получилось, поэтому я, в общем, затрудняюсь что-то предсказывать, но смотрю, интересно, что будет дальше.